Мне подарили разумнолку, которая называется «Солнечный круг». А кто знает, откуда это «Солнечный круг»? Откуда эти слова? Да-да-да-да-да-да. А из какой? Как там поётся? Да-да-да. Это рисунок мальчишки. А вы знаете, все знают, что это единственная песня, припев которой, а все на самом деле помнят только припев, а остальные взрослые славодолго учат, репетируют и всё такое. Припев запоминают сразу. Их написал мальчик. Этого мальчика было 6 лет, вызвали Алиоса. А помните, какой там припев? Да. Пусть всегда будет... Пусть всегда будет... Пусть всегда будет... Пусть всегда будет я. Вот. Это одни из самых моих любимых стихов на свете. И я всегда считала, что дети пишут лучше взрослых. Просто их никто не печатает в книжке. Вот и вся разница. И скажите, пожалуйста, а среди вас есть те, кто сочиняет стихи? Да. Да? Есть? А ну-ка, а кто? А ты можешь почитать? А нет. Почему? А как же я поверю? Каким образом я могу проверить? Ну, я тоже сейчас скажу, что я там, например, придумала автомобиль Рену. Кто же... Прочитай, пожалуйста. Ты понимал, что... Это мобиль, все знают. Давай, не стесняйся. А тут мне стихи читать прекрасно. Не стесняться нечего. Восемь. Какой дождь стучит по крыше. Шлифтит листва. Скоро осень вместе сбросит и наступит холода. Здорово. Здорово. Мои дорогие, я хочу вам сказать, что стихи нужно писать и стихи нужно читать, потому что их легко запомнить, потому что в них много красоты и чувства, и потому что поэзия — это в слове, словом выраженном, язык природы. Природа говорит по-другому. Солнце говорит чем? Светом, лучами, да? А море говорит чем? Ветер говорит чем? Словом. А человек говорит словом. И все, что он говорит в стихах, это то же самое, что хочет сказать вам природа. Он говорит о любви, он говорит о том, как прекрасно жить, он говорит о том, как всем должно быть хорошо. А если грустно, то человек тоже говорит стихами. Это самое простое, самый доступный, самый доступный способ себя выразить. Поэтому я вам всем желаю, всей души, любить стихи, читать их. И обязательно не стесняться сочинять их и показывать своим учителям, мамам и бабушкам. Я думаю, что если это будет так, то то, что написал мальчик, вот в этих стихах, всегда будет небо, всегда будет солнце, всегда будет мама, всегда буду я. Это и есть то самое главное, ради чего человечество населения. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТОМ. АПЛОДИСМЕНТЫ